Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале Все для Клёва. Сегодня 11 января 2020 года. Уже 20-й год. Сегодня первая рыбалка в этом сезоне. Мы опять на реке Днестр. Погода шикарнейшая. Ветра нет. Небо. Посмотрите, какое красивое небо. Вот. И мы с вами на 43-м километре. Приехали отдохнуть. Подышать свежим воздухом. Покушать прекрасного шашлыка. Давид, привет! Давид обещал нас угостить самым лучшим шашлыком, который только есть. Да, Давид? Самый не знаю. Но это что-то вкусное. У тебя уже текут. Я уже текут уже. Так, костерчик уже хорошо. Все уже горит. Отлично. Вот. Такой помостик. Абсолютно бесплатный, друзья. Это на 43-м километре. Все помосты бесплатные. Так что, какой свободен, заходите и вставайте. Никаких проблем нет. Это девчата наши. Здрасте. 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 Вон, Коля. Димон. Добрый утро. Это наш логист. Логист Павел. Вободу Анджели Дэвис. Я в сборе. Так. Вот у нас такой батл до четырех удилищах. Кто поймает хоть одну рыбку, тому приз. Чашка. Приз чашка, да? О. Да. Кто поймает первую рыбу, тому приз чашка. Точно. О. Отлично. Так одну хоть рыбу или первую рыбу? Первую. Первую. Кто поймает первую рыбу? Так. Народ призадумался. Тут можно найти Марьяна, может он там сидит, посмотреть. Обелечивать. Мы уже подготовили пару пипец. Так. Ну что же. Что мы будем делать сегодня? Мы сидим одну пачку прикормки. У меня остасочка Паттерносор. Ничего там премудрого нет. Вот. Сейчас подцеплю поводочек и попробуем надергать. Скорее всего тарани. У меня мамалыга, убийца карася. Я как торбохват не мог другую снасть. Понятно. Так. Демонтик, ты что? Точно так же. Я вот пробовал всякое. Сошелся на том, что Паттерностор это самая идеальная штука. Лично для меня, да. Для меня просто она самая простая. Самая простая и при этом она безотказная. Ну да. Ну да. А с длиной по подказу будем играть. Паша тут что-то тут. Староверы. Это мамалыгу сварил. Чтобы сэкономить. Паша набодяжил, короче. Не понимаешь, что вода холодная. По идее, вот это вот не должно клевать. Сейчас мясо. Мясо. На мясо. Черчь, опарыш. Что-нибудь такое. Вкусно мясное. Мясное. Холодная вода. Понимаешь? А кто знал, что в середине января мы будем загорать? Кто-то мог предположить? Да. Да, солнце, друзья. Погода просто, просто шикарнейшая. Погода просто шикарнейшая. Так. На опарышку льет какая-то ранечка. Красивая. Так она, по идее, на весь экран. Но если взять руки, она, конечно, в ладошку чуть-чуть меньше. Мало мерочку еще. Димончик, я тебе скажу одну тайну. Тайну черепахи-тортиллы. Тайны я люблю. Да? Ты понимаешь? Судя на отопытных рыбаков. Ты же понимаешь, что сейчас холодная вода. Да. Ты же понимаешь, что по большому счету, кроме тараник, клевать ничего не будет. Не знаю. Я первый раз ловлю на Днестре, поэтому я тут, в принципе, ничего не понимаю. Понятно. Так вот, я тебе объясню. Здесь сейчас, чем меньше крючок, тем лучше. Ну, меньше у меня не было. Смотри, я тебе просто объясню. Вот есть вот такая герза. Ты видишь 16 номер? Вижу. Ты видишь, он бананом, видишь? Я вижу. И видишь, какой он тоненький, маленький? Я вижу. Вот только вот на такой крючок сейчас реально ловить и будет клевать, как из полимера. Если еще сделать тонкий поводок, где-то примерно 60 сантиметров, и подключить, подцепить этот крючок, то будет просто идеально. Банан – это самоподсечка. И плюс такой размер, честно говоря, в банане такого размера никогда не встречал. Друзья, вот теперь мы проверим, насколько Саша был прав. Давай, давай, давай. Давайте, наверное, будем все-таки стараться и поддержим эту петицию. Потому что надо наводить порядок на реке, и мы движемся в правильном направлении, я считаю, что оно того стоит. Надо не полениться, найти какое-то время, собраться, может быть, попросить даже, чтобы кто-то объяснил, чтобы кто-то помог. Надо привлекать своих близких, родственников, и по этой петиции сделать правильное решение. Потому что иначе, кроме нас, это никто не сделает. По крайней мере, мы начнем. А там, как Бог даст. Я думаю, что люди нас поддержат. Девчата, как вы думаете по этому поводу? Мы полностью согласны. Полностью согласны, да? Мы полностью согласны. Оксана, скажи. Да, согласна. Согласна? Мы против браконьерства, да. Мы за кофе, за хорошую рыбалку, правильно? Да. За шашлык? Да. За прекрасный клев и хорошее настроение. За хорошее настроение и нормальное снасть. Рыбаки, я призываю всех поддержать нашу петицию, которую мы выложили на сайт президента. Поддержать нас. Петиция наша заключается в том, увеличить штрафы за браконьерские орудия ловли. Увеличить их многократно, а не в эти копейки, которые сейчас снимаются. И то очень редко с кого-то, с каких-то браконьеров несчастных. Там по 320-340 гривен. Там 300 с копейкой, это очень мало за такие орудия ловли. Увеличить и довести вплоть вообще, я думаю, что до уголовной ответственности и конфискации того имущества, там тех же лодок, тех же удочек и прочих, ну, с чем они... Орудия. Орудия эти все. Поддержите нас, рыбаки, с других сообществ. Вообще, рыбаки Украины, поддержите. Это же не только у нас на речке это делается, это на всех реках, на всех водоемах. Поддержите нас. Ребята, это надо делать, потому что все устали от этого беззакония, все с этим сталкиваются, все жалуются. У меня есть куча знакомых, которые очень часто, даже жители Маяк, никого ничего не устраивают, но при этом никто не хочет делать ничего. Все ждут, пока это сделает кто-то. Друзья, и если вы видите такие случаи, когда браконьеры вытаскивают сети, браконьеры ставят сети, дрочи, на которые они ловят, и другие запрещенные рулодилоглоберы, которые продаются в магазинах или используются на наших водоемах, пожалуйста, фотографируйте, делайте замечания, старайтесь как-то реагировать. Пусть эти браконьеры не думают, что всем пофиг, понимаете? Только какими-то общими усилиями мы сможем навести порядок на неделе. Я один или нас там двое, трое, пятеро, десять человек не наведу. Только когда общество поймет, что это ему не нужно, только тогда будет порядок. Под видео пишите в комментариях, ребята, если есть такие факты, вы знаете, что в каких-то магазинах пропагандируют вам какие-то снасти наподобие дроча или муху, как они называют, и рассказывают, что это все очень хорошо, и что этим все ловят, то пишите, если вы не имеете возможность позвонить. А лучше всего пишите в вайбер-сообщество «Всё для клёвого» Днестр. Я являюсь администратором этого вайбер-сообщества. Можно мне в личку или прямо в ленту кидайте фотографии этих дрочистов или всех остальных, кто душит нашу рыбу. А мы уже будем реагировать. Да, приобщайтесь, приобщайтесь к нам, потому что у нас только нормальные рыбаки, которые уважают нормальную рыбалку. То есть не больше 3 килограмм рыбы, не больше 5 крючков. Мы приезжаем сюда отдыхать, а не забирать отсюда какие-то недосурсы, да, ресурсы. Барабанная дробь. Давид идет аккуратно, аккуратно, внимательно. У нас шашлычочек, да? В лаваше. В лаваше. Всё для клёва, это клёво, реки, озёра и душевный покой. На рыбалку едем мы снова. Дедушка Нестор ждет нас с тобой. Это, друзья, для тех, кто забыл, тут написано. Невозможно не спеть просто. За рыбалку. За первую рыбалку 2020 года. За открытие сезона. За открытие. Я кофе. Я наказан. Ты наказан, да? Ладно. Я как логист не могу. Так, берите шашлыки. За рулем. Не холодная веном? У меня вкусная. Ты надел. Здоровье. Дамит. Супер. Ну. Ладно, друзья, тут мы прерываем трансляцию, потому что с полным ртом разговаривать неудобно. Пожалуйста, ребята, давайте. Хочу поднять тост за канал «Всё для клёва». Поздравить Александра с 20-тысячным подписчиком. Почему 20-тысяч? 2-тысячи. 20-тысяч. Уже 21 переваливание. Это 2-тысячи в вайбер-сообществе у нас. Это в вайбер-сообществе 2-тысячи. 2-тысячи, да. На канале «Всё для клёва» на ютуб-канале 20-тысяч подписчиков уже мы больше, да, мы уже перевалили. Пожелать Александру здоровья, творческих успехов, чтобы он всегда оставался таким же позитивным, энергичным, симпатичным. Дай Бог здоровья и процветания канала. Давай. Всё, главное. Ура! 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 Первые эмоции. Начало сезона. Ура! Это нормально вообще? Это как? Я даже говорю, я такого не видел. Что, серьезно? Да. Он такой, «Ты меня перекинул?» Или, «Ты меня вдвоём выматываем». Ну, поклёвка. Не, ну, по-любому у одного была поклёвка, а второй зацепился в рот. Ну, да, оба в рот. Ну, да. Да, я такого ещё не видел, конечно. Я не говорю, что... Нонсенс. Вот эти нехорошие люди то, что снимали сеть или перевёт непонятно что. Не успели им подбежать к ним, они уже уехали. Жаль. И не видно даже номера. Буквально вот здесь русалки вот здесь вот снимали. русалки Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok